здравствуйте друзья вопрос задали нам такой мол живут люди на земле их много и кто-то вот удачливый кто-то неудачливый кто-то трудолюбивый а кто-то нет кто-то оптимистичные жизнерадостные а кто-то смурной кто-то имеет цель и рвется к этой цели добивается а кто-то не добивается той цели у него нет и вот говорят не считаете ли вы михаил что вот это все чисто математическая модель вот есть там 7 миллиардов человек на земле и не могут же они все быть успешными жизнерадостными там еще какими а вот значит человек когда рождает это вот как кости бросили значит бах вот выпало это выпало то не могут же 7 миллионов человек быть миллиардов человек быть все успешными и я хочу сказать что могут потому что успешность вещь субъективная то есть вы конечно можете смотреть на человека со стороны и с вашей точки зрения вот если бы у него было вот это вот это вот это вот он был бы успешным а поскольку у него этого нет он не успешный но это то как вы сами себя судите и других это вы так судите он может себя судить совершенно иначе совершенно не за что он какой-то неуспешный допустим мать которая хотела быть матерью женщина хотела быть матерью и она стала матерью и она занимается своими детьми и она абсолютно успешный человек она может при этом жить в бедности или богатстве это неважно если она стремилась не бедности или богатства стремилась к тому чтобы быть матерью чтобы у нее были дети семья хорошие так далее вот она уже успешно и конечно сложнее когда тебе нужно что-то других людей чтобы самому быть успешным вот да это это сложнее потому что надо как-то сделать так чтобы другие люди вдруг стали тебе помогать или как-то участвовать это уже был более сложный уровень такой успешности но я к тому говорю что не значит что какое-то количество людей это будут успешны по жизни и больше не будет и тут еще есть момент очень интересный мы сейчас живем в такое время которого никогда в истории не было вот такого когда человек может реализоваться самореализоваться но в таких ситуациях каких-то просто немыслимо был никогда не было возможности самореализоваться человеку который там я не знаю инвалид или он допустим там я не знаю что вот какие-то у таблицы возможность да он лишён или он родился в таком месте где никогда не было никаких возможностей хотя сейчас уже неважно где-то родился у тебя есть выход в интернет и пожалуйста весь мир перед тобой ты можешь быть абсолютно в любой точке планеты и скажем сделать что-то ну хорошо у тебя в стране там нет платежеспособного спроса но вот выйди в онлайн пожалуйста в америке там продаж если есть что поэтому я не говорю именно заработать я в широком в более широком смысле говорю про самореализацию например сегодня есть не знаю если ты художник ты можешь там допустим в том же интернете там допустим показать себя какой-то художник а раньше тебе для этого нужно было чтобы тебя сначала там где-то признали куда-то взяли пропустили там и так далее ты можешь сегодня делать свои видео ты можешь сегодня написать книгу повесить ее будут читать вот я не не то чтобы у меня была задача такая написать что-то но когда я написал что-то вот на форуме говорим про ес висит в таком форумным варианте мемуар мой такой скоро будет отдельной книжки так вот этот мемуар там больше чем миллион двести тысяч просмотров как когда люди могли такое без цензуры без редактора без корректора когда это было возможно поэтому сегодня сегодня можно все но я не знаю насчет уж совсем все потому что завтра можно будет еще больше послезавтра еще больше мы даже представить себе не можем что может быть через какое-то время но но то что уже сегодня можно раскрывает какой-то невероятный потенциал для людей которые живут на этой планете поэтому конечно есть очень много людей сегодня которые живут в чудовищных условиях и когда мы говорим про интернет они может быть не слышно не слыхали что есть интернет или слыхали но для них это что-то чуть чудовищно далеко и недоступно это все правда есть очень много стран где люди живут так как-то сказать от голода умирают люди до сегодня такое тоже бывает но это же не сравнить с тем как допустим еще сто лет назад сто лет назад там умирали от эпидемии умирали от холеры умирали от туберкулеза умирали от не помню там слава богу господь губерниями вымирали от сифилиса боже мой о чем мы говорим то есть ужас что творилось и европа опустошалась население европа опустошалась от эпидемий там скажем средние века поэтому конечно сейчас совсем совсем другой мир и я не думаю что вот как сказать вот и выпали кости бросили вот тебе выпало вот и пожалуйста и все и больше тебе ничего не будет вот ты старайся не старайся делай не делай вот вот мне эта часть не близко я бы сказал делай старайся больше стараешься больше делаешь значит больше тебе перепадет то есть ты как бы заказ в этот каталог помещаешь и тебе из него присылают если заказ не помещаешь начни присылают кто виноват но тот кто заказ поместил или не поместил год все от него теперь я бы еще сказал может быть так я знаю что многим не близко но просто чисто как красивая концепция вот вы отнеситесь если мы посмотрим на это с точки зрения того что вот человек не одну же дух душа человека да не одну жизнь живет они сам несколько много жизней и в каждой следующей жизни у него какая-то новая задача и идет какое развитие да то есть совершенствование души то вот она проходит какой-то путь хоть если все ограничено одной жизнью конечно вот да вот есть человек вот он родился умер жизнь закончилась ничего больше не если мы пойдем с другой стороны и скажем ну хорошо но вот он в этой жизни надо было вот это понять а в следующей жизни может быть еще что-то поймет поэтому поэтому вообще красота получается да если так подойти то значит значит есть какой-то более глубокий смысл во всем вот он допустим прожил какую-то жизнь вот вам кажется она какая-то странная никчемная там еще что-то но понимаете как это вам так кажется а есть значит какой-то другой путь который вам непонятен и вот на этом пути ему надо было пройти вот эту вот как бы там часть пройти понять осмыслить подняться и следующей жизни еще что-то сделать другое поэтому я я не призываю вас и так сказать верить в эту концепцию но я хочу сказать что красиво получается красиво мне нравится знаете как вот не суди да да не судим будешь поэтому успешный человек не успешный человек я я бы так не не говорил пусть они сами себе решают каждый из нас вот пусть себе решает или он успешный или нет и вот то симфония что нам дана при рождении отыграть да отыграл собрал все нотки отыграл значит успешный допустим уклонялся от своей симфонии все норовил там на чужом инструменте там чужую мелодию или вообще где-то там в нору спрятаться и таланты свои не реализовать которые те даны были вот вот эта трагедия так что если человек вот ту свою партитуру да как бы вот отыграл значит молодец может она вам показалась скромненькой но это неважно у него своя у вас своя у меня своя каждому свое поэтому я бы на это на этом уровне так в общем не все все не так плохо вот вот черт и сказать что мы можем конечно сделать математическую модель того или сего это расписать там жизнерадостных какой процент жизнерадостных там какой проценты упорных какой процент талантливых там математики а какой процент талантливых там еще в чем-то и все это будет очень как сказать все это будет очень научно но не практично потому что на практике вот ты живешь свою жизнь и ты делаешь в ней максимум того что можешь сделать и самое простое ты не делать ничего и для этого обычно нужны все теории все концепции тогда они нужны тем кто ничего не делает затем кто занят созидательным чем-то у них нет времени на такие штуки и собственным а зачем им когда они и так при деле поэтому есть статистика такая сика и психологи этим занимались и там люди которые бизнесом занимаются там оценивают и так далее какой процент людей там лидера какой процент людей там требует поменьше внимания со стороны лидеров какой процент людей если их там зашиворот не тащить так вообще ничего не сделают есть такие раскладки и так далее это не значит что они в чем-то не успешно эти люди вот тот который лидер и родился лидером и работает как бы лидером да он может чувствовать себя очень неуспешным и несчастливым а тот который казалось бы уже там совсем ничего там не знаю кайлом там шахте или там где он там вот а он счастливый и довольный и самореализованный и так далее кто же кто же тут ему кто его судить то будет и зачем так что у нас у нас есть кому судить вот он пусть и судит вот а мы так уже собой заниматься надо и это есть основа всего вот не другими как там они а только собой и не то смысле как вы от отмотать от какого-то действия а наоборот том чтобы это действие было как можно более продуктивным радостным хорошим вот и мы все знаем разницу между хорошим и плохим понимаете даже не читая там маяковского все такое хорошо и что такое плохо все знаем поэтому вот все что хороший человек делает вот сделает его успешным а если вам гадость какой-то делает или скажем вместо того чтобы хорошее сделать не делал ничего вот вот и проблема сразу ладно не удалось мне запарковаться красиво запаркуюсь как все счастливо друзья ладно